СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, ну и сегодня еще одно событие, и завтра, да, для православных, это крещение, крещенский сочельник, и в первую очередь хочу православную часть наших слушателей, да, поздравить с этим, я думаю, что ко мне присоединится наш гость Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского Духовного Училища, отец Василий, добрый день, вас тоже поздравляем. Взаимно поздравляю и с прошедшими праздниками, и с Рождеством Христовым, с наступившим уже, и с наступающим праздником крещения Господня. Спасибо большое. Ну, мы продолжаем наш путь, нашу ответственную, я бы сказал, миссию. Наши поиски. Наши поиски, да. Отец Василий не единственный, кто будет у нас сегодня в студии присутствовать. Мы с большим нетерпением ждем и имама мечети города Кирова, Нурислава Хаджи Касимова. Вот подчеркиваю еще раз уникальность нашей передачи, когда у нас в студии присутствует и православный батюшка, да, и имам мечети нашего города. И мы сегодня продолжим разбираться в очень ключевых вещах нашего существования, да, Илья Савельевич? Ну, я бы сказал, что, наверное, один из самых ключевых. Один из самых ключевых. Мы сегодня будем обсуждать вопрос страшного суда, учитывая, что тему мы назвали сегодня очень интересно. Конец света в понимании православия и ислама. И, конечно, каждый, видимо, будет говорить так, как в Писаниях написано, вот, Отец Василий, конец света в православии, как конец времен озвучивается и описывается, да? Безусловно, да. Я вас поддержу с тем, что это действительно очень важная тема в миропонимании каждого христианина. И действительно, как вы правильно ответили, конец света, потому и называется так, как конец света, потому что конец всяческого существования того, к чему мы сейчас привыкли. Конец этой земли в таком виде, как мы её привыкли воспринимать. Конец нашего существования, как мы его привыкли воспринимать, но начало новой земли, нового существования, начало новой жизни. И действительно, понятие о конце времён в православии связано с тремя наиболее важными аспектами. Это, конечно же, второе пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Это понятие о всеобщем воскресении всего человеческого рода. И, наконец, понятие, о чём вы уже упомянули, о страшном суде. И я предлагаю, собственно говоря, начать с обсуждения как раз первого из аспектов. А я хотел бы ещё, отец Василий, попросить, пояснить всё-таки, какой термин он всё-таки в православии используется. Мы же по-разному это называем, да, обычные люди? Конец света, апокалипсис, как ещё там? Ну, наверное, в обычном названии все говорят о конце света, но, наверное, в религии именно никак конец света больше озвучивается. Вот именно в православии. Да, это больше такое обиходное выражение. На самом деле и то, и другое третье всегда используется. Имеется право, да, на существование? Да, можно встретить указания и на конец времён, конец света, конец всего сущего. Ну, а наиболее такое близкое к православной догматике понимание – это, конечно, второе пришествие Господа Иисуса Христа. Ну, вот, отец Василий, второе пришествие, вот зачем Иисус придёт на землю второй раз? Первый раз Христос приходит в образе раба, сделавшись нам, подобным нам человеком, и по виду став как человек, как говорит послание апостола Павла. А во второй раз Он уже придёт во всём величии и славе своего божества. Вот я… Как Сын Божий непосредственно, да? Да, Ипполит Римский говорит, в Писании показаны два явления Господа и Спасителя нашего. Одно первое, которое было почти бесславным по причине уничижения Его, а другое Его явление будет во славе, когда Он придёт с небес с силою ангелов и славой Отче. Придёт Он один? Конечно. Конечно. То есть для людей Он явится для того, чтобы совершить всеобщее воскресение и страшный суд, где каждый получит по делам своей жизни. Предлагаю продолжить разбираться в терминах. Что такое всеобщее воскресение? Всеобщее воскресение – это указание на то, понимание в христианском вероучении, что все мы в этот момент воскреснем в наших телах. Что это значит? Значит, многие, допустим, даже древнегреческие учения, философы говорили о том, что наше тело смертно, ну это мы все прекрасно знаем, наша душа бессмертна. В этом мы тоже искренне убеждены. Да, все верующие. Да. И вот христианство, основываясь на словах Христа, говорит о том, что во время Второго Воскресения воскреснут не только души, которые живут вечно, а воскреснут они в наших телах. Мы не знаем точно, каким будет это тело. Дело в том, что… Священное Писание не даёт нам ответа на этот вопрос. Точного ответа не даёт. Но есть определённые такие внешние признаки, которые давали святым отцам говорить о том, что вполне возможно, что тело, в котором мы воскреснем, будет похоже на то тело, в котором воскрес Христос после своего воскресения. Если мы вспомним Священное Писание, то после воскресения из мёртвых он приходит к апостолам. В том же самом… Но маленькая особенность. Они его не узнают. Значит, это тело как-то существенно отличалось. Они сразу его не узнают. Его не узнаёт сразу Мария Магдалина. Его не узнают апостолы. Но при этом он называет её по имени, и она сразу же его узнаёт. Он преломляет перед апостолами хлеб, и они его узнают. Вот таким вот образом. То есть, действительно, оно будет как-то существенно отличаться. И при этом, например, если мы тоже посмотрим в Евангелии, на теле Христа оставались раны от его распятия. Когда апостолу Филиппу он говорит, вот я воскресший, возьми руку свою и вложи в раны мои, чтобы быть уверен, что я воскресший. И не будь неверным, но верным. Таким образом, мы можем говорить о том, что да, мы воскреснем. Но вопрос в том, для чего мы воскреснем. Потому что страшный суд, где каждый, где откроются все дела человека, где будет совершён нелицеприятный суд от Господа, покажет, в какой перспективе мы проведём вечность. Не проведём, а будем проводить вечность. Вечность. Да, и вечность – это может быть либо вечное блаженство с Богом, райское блаженство, да, либо отсутствие общения с Богом, пребывание в собственном грехе, пребывание в ворских мучениях. Но всё это, согласно учению Церкви, произойдёт в наших телах, с нашими душами и с нашими телами. Именно поэтому я завершу мысль для христианина, почему я сказал, что это очень важный аспект христианского миропонимания. Конец нашей жизни, той, которую мы её знаем сейчас, происходит не у нашего гроба, когда нас родственники хоронят, а как раз в момент страшного суда. Почему? Потому что вот тебя похоронили, вот ты закончил путь своей жизни, и у тебя ещё остаётся время, когда за тебя будут молиться твои родные, будет молиться Церковь. Когда будут поминать тебя. Да, то есть твои грехи, какие-то грехи тебе могут быть прощены Богом, основываясь на искренней молитве твоих родственников, да, то есть за их желание молиться о тебе. И, соответственно, по итогам всего вот этого существования, уже на страшном суде произойдёт момент, когда Господь даст тебе то решение, которое уже никак и ни в чём не может быть изменено в вечности. Вот что такое страшный суд. Именно поэтому именно страшный суд, то есть второе пришествие спасительства. А когда произойдёт, никто не изменит. То есть обжалование уже не подлежит в этом, наверное, его страшность как бы и... Потому он страшный. Потому он и страшный. Ну, хорошо, а такой как бы вот дилетантский вопрос. А сейчас-то где вот человек умер, душа его как бы переселилась, сейчас-то он до страшного суда, где она находится, эта душа? А также в раю или в аду. А потом вернётся, чтобы уже потом в вечность пребывать. Да. Новое небо и новая земля, как говорится в апокалипсисе. Понятно. И сразу ещё один такой вопрос, наверное, так сказать. Ну вот кто-то умирает там в 20 лет, кто-то там в 50, а кто-то... Кто-то в 100, в 100 с лишним. В 8, не дай бог. А они в телах каких вернутся? А воскрешение, вы говорите, да? Может быть, женщины хотят вернуться в телах не 50-ти или не 60-ти летней, как бы, а 18-ти летней. В той, которая на фотографии, да? В той, которая там, да. На фотографии, в которых они, может, замуж выходили. То есть в самом расследовании женской красоты. Мы это не знаем. Церковь нам не говорит об этом. То есть нигде об этом в Писаниях? В Писаниях об этом нет, конечно, да. В Писании есть интересная отсылка. То есть когда Христу подходит Саддуке и приводит пример, что вот была женщина, которая была замужем сначала за одним братом, потом после его смерти по закону вышла за второго, и потом аналогично за третьего, за четвертого, за пятого, за шестого, за седьмого. И вот когда они все умрут, и женщина, в конце концов, умрет, после воскресения мертвых, чья жена она будет из этих семей убрать? Да, очень серьезный вопрос. Пациональный такой. И Христос-то ответил на это. Он сказал, что в Царстве Небесном нет замужества, нет. Это будет новое ангельское существование, где нет законов нашего бытия. Поэтому мы и до конца и не знаем, в каком теле мы воскреснем. Единственное, что вот у Исаака Силина есть такой отрывок, готовясь к передаче, я на него наткнулся, он мне показался очень интересным. Исаак Силин говорит, что... Это богослов? Да, это один из знаменитых богослов в церкви. Он говорит, что, возможно, так как для человека, можно сказать, венцом его жизни является расцвет его сил, вот, как Христос является в 33 года, да, вот, то как раз воскресение произойдет в возрасте, тело будет в возрасте максимального развития, максимального расцвета сил человека. Он говорит, приводит такой пример, даже младенец, который был, умер в очреве матери, вот, скорее всего, будет воскрешен уже и будет иметь тело взрослого человека, и он в Царстве Небесном, приняв это тело, восстанет и узнает свою мать. Вот такое мнение есть одного из знаменитых богословов. Ну, то есть, хоть какие-то, как бы, есть ответы, примерно, в каком виде мы можем быть воскрешены. Да, опять же, тема страшного суда, тема конца мира, она обладает двумя очень важными особенностями. С одной стороны, она предполагает, даже не особенностями, а опасностями. С одной стороны, надо не впасть в опасность и сказать, что мы ничего не знаем об этом моменте, а с другой стороны, не впасть в опасность и не сказать, что вот точно именно так и будет. Да, я точно знаю, что тут будет, да, я договорился, у меня уже есть телеграмма, значит, в том числе и о дате, да. Именно в этом и сложно. Да, поприветствуем. Ассалам алейкум, Нураслам хаджи. Алейкум ассалям ва рахматуллах. Имам мечети города Кирова с нами, добрый день, добрый день, вот коллеги мы друг друга называем, да, коллеги друг друга называем. Да, Василий Песов, напоминаю, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского Духовного Училища. Вот такая у нас сегодня, ну, прям очень серьезная тема. Ну, мы уже поговорили, да, что вот какие признаки, значит, в православии конца... Ну, мы не о признаках, скорее, мы о самом понятии. О самом понятии, да, от трех, как бы, составляющих, скажем, этого понятия, да. И почему-то, мне кажется, что есть очень много совпадений, значит, в трактовке конца света с исламом. Конечно же, есть. Потому что монотеистические религии берут свое начало от одного Бога, который одинаково, а тема конца света относится к науке Акыда, науке вероубеждения. Которое убеждение каждого верующего о том, что наступит конец света, но обязательно. — То есть вот как раз я отца Василия спрашивал, а сам факт того, что это будет, он не подвергается сомнению, да? — Несомненно. — Да, несомненно. То есть и православие и ислам, они говорят о том, что это будет. — Обязательная вера. — И ислам, говорит, будет конец света, и оно обязательно. Никуда, как бы, от этого... — Конечно. — То есть стране остаться во время конца света никому не удастся. — Конечно, ведь есть и мы знаем, мы не просто убеждены. Мы стопроцентно знаем, что Всевышний Господь, Который всё создал и всё уничтожил, единственный, кто имеет атрибуты, то есть качества безначальности и бесконечности. Всё, кроме Него, следовательно, имеет качество когда-то закончиться. Естественно, по предопределению, по приказу Всевышнего. И о чём он никому не сообщил. Это великая тайна для всех, для пророков, для посланников. — То есть нигде, ни в каких хадисах, ничего по этому поводу, когда это будет, какой дата? — В Уране же сказано, и они спрашивают тебя, то есть, о пророк, к тебе подходят, тебя спрашивают, они спрашивают о часе, о конце света. — Скажи им, что знание о нём только у Всевышнего Аллаха. Всё. Ни у кого нет этого знания. Это великая тайна. И зачем нам это знать? Если мы будем знать, что... Вот как нас пугает, допустим, 1 февраля, конец света. — Да, да. Нас с отцом Васильевым тоже обсуждали. — Да, говорили, что тема очень спекулятивная. — И что будет? — Да, что будет, да ничего не будет. — 1 февраля. — Раз нам сказали, значит, что будет. Как раз сегодня я рассказывал прихожанам о конце света. Тема очень важная. Почему? Она подстёгивает каждого из верующих людей спешить засвидетельствовать свою веру в своём сердце, свою веру перед Богом и вершить добрые дела. Потому что надо приготовить багаж. Ведь конец света — это прекращение существования всего. Следующее же будет что? Великий суд. Великий суд не будет по отдельности. Он будет для всех сразу. Будет воссоздана новая земля, площадка, Махшар называется, на которой будут установлены весы, и мейзан. Они наподобие аптекарских. В правую чашку будут хорошие дела в виде свитков записанных. В левую чашку — грехи. Как надо готовиться. — То есть там не граммами измерять будут, я так понимаю? — Мы не знаем точно. Мы можем предполагать, что это будет записанное дело. Каждое дело будет записано. Ведь Аллах говорит «То, что вы сделаете на вес пылинки, это даже не пылинка, это одна семидесятая часть макового зернышка. Аллах говорит, вы увидите это. И что на вес сделаете плохого, вы увидите это. Ну, надо же готовиться. Надо не просто найти свою веру, но и стараться вот общество вокруг себя делать так, чтобы мало ли кто кому пригодится. Ты маленько помог, маленько улыбнулся, доброе слово сказал соседу. Этот сосед засвидетельствует, судный день, вот эта маленькая бумажечка будет брошена тебе в правую чашку, может, она тебя и спасёт. А вот я слышал, что в исламской традиции говорят, что ангелы всё записывают. Да. И плохие, и хорошие дела. Ну, у каждого на правом плече. В какой момент? В момент, когда ты совершаешь это. А, то есть сразу по факту сделанного они фиксируют. Да, на правом плече ангелы Ракибы, по-арабски, на левом ангелы Атиды. На правом сидит, он хорошие дела пишет, на левом плохие дела пишет. Но... А договориться с ними нельзя? Чем ты их подкупишь? Чтобы левый не писал, а правый писал. А в них между собой есть такая история, рассказывается в одном из преданий от пророка. Мухаммад Ассаляму Али-Ассаляму Алиму и Благословения Аллаха. Он говорит, что ангел на левом плече, Атид, только собирается записать твой грех, ангел справа в плече и говорит ему, ты погоди маленько. Погоди, может исправиться, да? Да, может быть, он исправится. Какое-то время даётся. Мы не можем сказать 7 часов, 7 дней ещё как-то. Точного не указано. Но вот это время есть. Надо спешить. То есть это вот та совесть, которая говорит, слушай, что-то ты тут иди-ка извинись быстренько и поправь там дела, да? Совесть — это вера. Ну, я понимаю. Но вот эта ситуация, когда ты вроде как сделал чего-то плохое, и внутри тебя начинает, слушай, иди быстрее, поправься. Как раз вы словами пророка говорите практически, только на русском языке. Он же сказал, грех — это то, что терзает твое сердце. Отец Василий, в православии... Так же ангелы записывают. Нет, я имею в виду точно так же. Осознание неизбежности конца, оно тоже православных должно подстёгивать, успеть делать хорошие поступки. Так же можно понимать? Конечно, конечно. Да. Мы уже говорили о том, что указывали на то, что время этого события нам неизбежно, но неизвестно. Но понимание того, что оно будет, оно для нас несомненно. И вот если вспомнить слова Евангелия, причём это Евангелие, что интересно, читается на отпевании. То есть на тот момент, когда гроб с человеком принесли в храм, стоят рядом родственники, молятся за него. И вот читаются слова, где Христос сам говорит, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, когда мёртвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскрешение суда, в воскрешение осуждения». То есть этот момент ясно определяет, что то, какие дела ты делал в своей жизни, соответственно, определяет твою вечную участь. И где это записано, какие дела ты делал? Где это записано? Извините, что я это метафизически задаю вам, как человек, вопросы. Вы как бухгалтерка пошли. Опять же, в Священном Писании этого нет. А что делать? Есть ряд преданий, есть ряд литературы святых, которые говорят о прохождении человеком после смерти так называемых мытарств, где ангелы представляют доказательства. Я не помню, речь идет о свитках или нет. Эти же ангелы. Ангелы, борясь с дьяволами за душу, за вечную жизнь души, представляют доказательства добрых дел человека. А дьявол и бесы упирают на те... Показывают весь негатив. Попшие показывают, да. И при этом в пользу, так сказать, в плюс человеку также могут идти еще и молитвы за него родственников. То есть они тоже сладовцы на весы вот этих вот добрых дел. Что, Нурислав, это? Нурислав, кипятейку уйдит наш чужой. Нет, у нас есть принципиальные различия. Нет, в нашем смысле здесь, в студии, в программе «Союз нерушимый», да, мы имеем в виду. Знаете, я когда в книгах читаю людям, вот приходит девушка русская, допустим, я ее спрашиваю, ты мусульманка? Она говорит, нет. Например, говорит, я христианка. Я начинаю спрашивать ее, потому что есть условия для христианки, для дозволения ее вступить в брак с мусульманином, есть некоторые условия по ее убеждениям. Начинаю спрашивать, пытать, и в результате она оказывается с теми же самыми канонами веры, как и у нас. То есть верует в Бога? Да, у отца Василия практически те же самые каноны. Ну вот я повторю, в студии программы «Союз нерушимый», да, да, да. Да, мы все-таки можем говорить, что у нас есть определенно понятно, что данное понимание было характерно для всего человеческого рода, чаще всего независимо от его… От вероисповедания. Да, вот даже от вероисповедания, потому что даже язычники тоже в какой-то момент многие понимали неизбежность вечной жизни, неизбежность того, что человеку предстоит ответить за свои дела. И поэтому в этом, конечно, есть единство для многих религий. Но, конечно же, очень… В том числе есть единство в понимании, что такое добрые дела и что такое злые дела. Да, абсолютно верно. Ну вот… Так, нам нужно сделать паузу, я прошу прощения, у нас реклама в середину часа подошла, после чего всё-таки время поджимает, к признакам хотелось бы перейти, да? Мы ещё подробно об этом не поговорили, хотя вот отец Василий, в частности, обозначил, но вот о признаках конца. Вопрос гласа ещё. То есть вот отец Василий сказал, что… Исрафил, Ангел… Через полторы минуты. Через полторы. Союз неружимый. Продолжаем наш разговор. Очень сложная тема. Конец света в понимании православных мусульман. Наши гости священник Василий Песцов, священник Храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища, Инулислам Хаджи Касимов, имамничете города Кирова, Сейчас я в перерыве понял, что у нас тут не на одну передачу набирается. Вот как раз именно по этой теме. Очень много нюансов, очень много и особенностей. Мы продолжим в следующий раз. Давайте, конечно, продолжать. Но сейчас будем среотачиваться всё-таки на признаках. Вкратце обозначить. Да, вкратце обозначить, потому что 10 минут у нас. Марислам Хаджи, вы продолжите. Давайте. Что нам Ислам говорит? Давайте. Ислам говорит о том, что у конца света есть большие и малые признаки. Причём большие признаки, они великие. И когда они начнутся происходить, они по образному выражению пророка, как камушки на чётках. Одно за другим, без перерыва во времени и неотступно. Это прямо так сказано? Да, не отступно. Без перерыва во времени и неотступно. Не остановить, не изменить. И первым большим признаком, учёные некоторые говорят, что будет в пятницу, кстати, выход Солнца с запада. То есть оно уйдёт на запад, как обычно. Затем оно выйдет со стороны запада. Именно с запада. Да, именно с запада. Дойдёт до середины неба и уйдёт обратно. Это будет такой кардинальный признак конца всего, когда даже свидетельствование веры Богом уже не будет приниматься. Просьба о покаянии, о прощении грехов не будет приниматься. Это слишком явный признак. Затем начнутся большие признаки уже будут. И приход Даджаля обязательно. Антихрист, который смутит разум людей. Он не сможет ничего сделать с сердцем, наполненным верой, но смутит разуму логику. Как так-то он будет делать явные чудеса и говорит, я же ваш Бог. Признайте меня своим Богом и вы попадёте в рай. Он покажет, вот вам река молочная, вода, вот вам река огненная. Убирайте себе. Верующие люди, ищущие знания, знают, что огненное – это искушение, это райская река будет. А то, что он показал водой, молоком – это искушение. Это как раз адская река. И он будет много чудес сделать. То есть чёрное называют белым, белое – чёрным. Да. Вот это Даджаля Антихрист. А мы иногда и в сегодняшней жизни встречаем. Встречаем. Искушение наше. Мы понимаем, да. Затем, время мало, не отвлекайте меня. Хорошо. Отец Василий должен. Не рано, а про 10 признаков успеть. Да. 10. Масих. Масих – это спаситель. Да. В нашем случае, в исламском случае, переход Исы Алисайя, Иисуса. Второе пришествие. Мы обязательно в него верим. Оно утверждено Кораном. А вот вы говорите, Отец Василий, что мы тут, понимаете, мы почти, что-то сказать, Это не почти что. Второе пришествие. Он придёт как раз как духовный окормитель паству верующих на земле. Потому что в те времена будут только две категории людей. Сейчас три. Верующие, неверующие и лицемеры. Будут только верующие и неверующие. А куда лицемеры денутся? В неверующие попадут. В неверующие, да. Понятно. Иса, Иисус, мир ему, он будет духовный окормитель паству верующих людей. Верующих. Будет Махди. Это как, скажем, предводитель. Это Раис. То есть главнокомандующий общества верующих людей, которые будут воевать с неверующими. Защищаться, да. Больше, так скажем. Появится животное из земли в Мекке. Выйдет из земли. Это как последний признак. Оно призовёт людей к вере. Животное, которое не знает само себя. Состоящее из разных животных. Вот такое чудо. И оно перстнем Давида и посохом Моисея, алейхимусалям, будет отмечать людей, деля их на верующих и неверующих. И будут великие сотрясения земли. И великий огонь из Йемена пойдёт, который невозможно будет потушить. Это уже признак того, что земля приготовилась к уничтожению. Всего живого. Да. На ней. Это великие признаки. А малые признаки, в книгах их расписано порядка 500. Они все сбылись. Все. Я на эту тему общался с большими исламскими учёными. Я спрашивал. Мне очень интересна эта тема. Я спросил. Они сказали, вот в разных книгах о переданиях пророка, из Корана, хадисы, толкования Корана и так далее, и так далее. Около 500. Все сбылись уже. Остались только великие. Даже такой признак, один из последних, что о человеке начнёте говорить, он появится. Мы ещё говорим признак конца света. Слушайте, не пугайте. Так часто бывает. То есть человека вспоминаешь, его обсуждаешь, о нём говоришь. Мы только что о тебе вспоминали. Богатым будешь, да? Да. Но вот перерыв... Богатый от слова Бог, кстати. Перерыв этот нам неизвестен. Между всеми малыми и началом больших. Перерыв неизвестен. Для Всевышнего нет же этого времени, длительности времени. Он же его создал. И поэтому мы должны использовать каждое мгновение для того, чтобы записать себя у Бога верующим человеком. Отец Василий, в православии, насколько я понимаю, не всё так конкретно. Нет, конечно, не всё так конкретно. Но, конечно, есть принципиальная разница. То есть второе пришествие Спасителя, оно и называется вторым пришествием, потому что Господь Иисус Христос придёт второй раз. И, соответственно, время, когда Он придёт второй раз, нам неизвестно. В Священном Писании Христос говорит о дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец ваш небесный. И так бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час Господь ваш приедет. Вот. Отлично. Отец Василий, а роль Антихриста? А вот Антихрист – это фигура, которая относится как раз к возможным признакам будущего второго пришествия Спасителя. То есть Христос сказал, не знаете когда. И говорит, не надо гадать. Но, опять же, есть определённые признаки в Священном Писании, которые Христос сам указывает. И вот здесь вот интересно, то есть он говорит, что его приходу будет предшествовать явление многочисленных лжепророков, обольстителей, которые будут пытаться отвратить христиан от их веры. Искушать. Да, то есть отказаться от истины веры Спасителя. Во-вторых... Чем они будут? Ну, вот верующий человек чем они будут? Ну, разными лжиучениями. К этим лжиучениям можно отнести абсолютно все иные религии, помимо христианства, возникшие, естественно, после. Вот. Дальше. Период социальных и стихийных бедствий. Вот. Говорится. То есть это, ну, понятно, что в Евангелии говорят, что не останется камня на камне, то есть будут большие разрушения. Вот. И, наконец, третий признак – это то, что... Точнее, ещё один признак – это то, что христиан будут гнать. То есть начнётся большое гонение на христиан, на тех, кто не захочет отказаться. На христиан или на верующих? Ну, речь идёт о христианах. Как христианах. Именно христиане фигурируют, да? Да. Тексты фигурируют как христиане. Как христиане, конечно. Их будут предавать на мучения, убивать. Вот. И также ещё одно указание в Евангелии есть о том, что в Евангелии вот сама вера Христова будет проповедана во всём мире. То есть весь мир узнает о том, что Христос есть Господь. И это вот важный признак. То есть никто не сможет потом сказать, что я не знал, мне это не касалось. А, прям вот каждому вложено будет... Важная особенность, да. То есть понимать, суд над теми, кто не знал, это совсем другое, чем суд над тем, кто знал и отверг. Вот. И вот эти вот признаки. И если, конечно, мы посмотрим, то если посмотрим на человеческую историю, то все эти признаки уже так или иначе, в той или иной мере, мы можем так или иначе соотнести. Увидеть эти взаимосвязи, да. Антихристиан было очень много в разных странах, в разное время. Так это в разные времена. Да. Вот. Социальных и политических катаклизмов у нас тоже было... Каждый день мы из новостей слышим на каком-нибудь... Уровень бедности 20 миллионов человек в стране. И вот есть еще один персонаж, который тоже является признаком пришествия. Буквально полминуты у нас. Да. Это тот самый Антихрист. Вот в святоотеческой литературе было указание, что это возможно. Опять же, мы не знаем об этом в Священном Писании, но это предположение было, что это будет, возможно, какой-то политический лидер, который будет обладать колоссальной властью, и который сначала придет под видом праведности. Законного. Вот. А затем, когда он получит власть, начнет гонение на Христа и главным условием будет отказаться от Христа. И веру, и, соответственно, люди разделятся на тех, кто сохранит верность Христу и тех, кто соблазнится и уйдет за ним. И уже второе пришествие придет тогда, когда уже сам Христос придет и уничтожит власти Антихриста. То есть лицемеры станут неверующими? На власть Антихриста и греха. Уж не Порошенко ли это? Мы сейчас не будем проводить аналоги конкретных. И власть. На Антихриста, видите, давали око очень большое количество людей. Вот нам четко сейчас нужно уходить из эфира. Давайте договоримся, что мы продолжим эту тему. Обязательно да. Напоминаю, что программа «Союз с нерушимой» выходит по пятницам в 13 часов, с прерывом в две недели. Большое спасибо. Мы только вот чуть-чуть только начали обсуждать эту тему. Чуть-чуть. Самая капелька. Еще раз у отцов просим прощения, что мы задеваем такие темы, которые 36 минут мы не выкладываем. Да. Священник Василий Песов, Нурислан Хаджи Касимов. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго. Саляму алейкум, барахмасулуа, мир вам и милый субтитры. Союз нерушимый.